Павел Деревянко В финале этой третьей части мы понимаем, что зритель поймет, что это далеко не конец И зрителю будет интересно А как вы думаете, почему у этого проекта такие хорошие сборы? Первый фильм прошел, второй фильм отмечается и критиками, и зрителями на всевозможных кинофестивалях То есть успешный проект? Во-первых, это Гоголь Сам по себе Гоголь сейчас уже не будет собирать, конечно Жанр очень, мне кажется, удачно выбрали Смешение жанров, мистика и детектив, и ужасы даже какие-то есть Ужасы, да И любовь, и секс, и все, что четко, но только нет всего Все в нашей жизни присутствует, поэтому зрителям нравится Где ты? Как тебя найти? Папа Я умер Ты можешь сохранить ему жизнь Конечно, у всего есть своя цена Лиза! Я думаю, вы долго будете сейчас вспоминать эти чудные вечера на хуторе Близди Каньки Ну а что касается роли Пушкина, вот в этой части «Гоголь. Страшная месть» Перечитывали ли вы, когда к этому проекту готовились, Александра Сергеевича? Нет, перечисывать мне не нужно было Нужно было сделать как можно большее сходство внешнее Вот оно вроде получилось неплохим К сожалению, очень мало было времени Ну да, да На поиск самого персонажа Это все равно, ну, как бы Это же не я, это Пушкин Вот, хотя я его играю Вот, поэтому я, может быть, не совсем доволен своим результатом Но я очень редко бываю, когда полностью доволен Но тем не менее, в интервью вы часто говорили, что Если бы вам и хотелось кого-то сыграть, то хотелось бы вернуться к Пушкину, да, как к персонажу Но надо раскрыть его более глубоко Да, абсолютно правильно Я очень люблю, как я уже сказал, этот образ И я бы хотел когда-нибудь сыграть настоящего Александра Сергеевича Пушкина Настоящего, настоящего, сукиного сына, как вот он сам про себя говорил А это не чревато, ну, я не знаю, последствиями? Мы столетиями вырисовывали себе образ вот такого поэта Романтика, вот такого И у Роза Пушкина что-то, да, другое Небо с кончиком пера здесь Вы понимаете, что в школах дети могут перестать учить его стихи? Наоборот, что вы? Наоборот, они увидят, что это человек Я за разнообразный образ, за человеческий Но нет идеальных людей У нас есть как высокое, так и низкое во всех И поэт не исключение Но в России он больше, чем поэт Да, больше, чем поэт, конечно И, конечно, там у него были куча противоречивых моментов И надо показать, ну, правду Просто, что он был безумным романтиком Он был сволочью иногда Ссорился Лес наражен Язвительные эпиграммы писал Носил эту трость С килограммовым набалдажником Потому что всегда жаждал дуэли Любил женщин Любил выпить Разрешите, я вас процитирую Вы сказали, что Вы хотите поработать с образом Пушкина И что гении Они же не только, как Сережа Безруков Их показывают Я смею предположить, что К воплощению Безруковым Пушкина Там, Есенина Высоцкого У вас есть вопрос? Слушайте, Сережа мой товарищ Я просто вижу это немножко по-другому Вот и все, да А если предположить, что через сто лет Снимут проект Деревянка То есть какие бы страницы В вашей жизни Хотели бы оставить в секрете? Есть там пару страниц Какие-то пороки есть, правильно? Безусловно, не всякого сомнения Поэтому я говорю, все живые люди Не может быть Талантливого человека Абсолютно ровного То есть, может быть и можно, да Но я не видел Если человек не пьет, не курит По-неволе Задумаешься, да Заградывается мысль Конечно, да, конечно Ну, они себя прекрасно ведут Варвара 2-й класс пойдет А Александра еще маленькая Со всеми, ей только 4 исполнилось Абсолютно не важно, чтобы они были отличницы Мы все знаем Самые успешные люди Это троечники Да, как ни странно Даже не хорошисты А именно троечники Кстати, по поводу успеха Да, я читала о том, что вы Не горите желанием Тем, чтобы дети шли по вашим стопам Потому что артист Обязательно должен быть успешным Успех это что? Это слава? Это деньги? Востребованность, да Но востребованность Она же может быть разная Можно сниматься Сключительно в сериалах Выходного дня А можно в крупных проектах Масштаб Все более-менее Одинаковые понятия Вкладывают в успех Вы сейчас абсолютно точно их перечислили Некоторые родители Буквально пихают своих людей В буквальном смысле Да, чтобы они вступали Там на подиуме или где-то Я прежде всего хочу Чтобы они выросли Свободными девчонками От догм И от комплексов Ведь мы знаем, что все из детства А каких избранников Вы видите в будущем рядом с ними? О, я пока не знаю Наверное, говорят, что Если дочки любят папу Вот, а папа все для этого делает Чтобы дочки его любили Говорят, что они потом В будущем выбирают Каких-то товарищей Похожих Ну, это да Это так психологи говорят Но вы как отец Пожелали бы такого, например, мужа, как он? Да, да, да Пожалуй, что и да В одном интервью Отзывались еще положительно О Даниле Козловском Он действительно такой эфиричный Как о нем пишут и говорят? Да, да Он крутой парень очень Мне очень нравится То, что он делает То, как он делает Я Снимаю шляпу перед людьми Которые Так сильно могут развиваться И находить в себе Разные таланты Он не только актер Он продюсер Режиссер Сценарист Это может только снится Вам 42 года в этом году, да, исполнилось? Говорят, что в 42 года у человека закрывается какой-то цикл И он должен немножко начать развиваться в другом направлении Конечно, я думал Ну, знаете, так вот природа как-то обделила меня этой деловой, так сказать, жилкой, к сожалению А может, просто страшно всегда начать что-то новое? И это тоже, но надо быть адекватным и трезво оценивать себя, да, свои возможности Вот, ну, уже опыт есть все-таки, 42 года уже, да, и можешь сказать, насколько у тебя есть или нету способности, там, да, в данном случае продюсерские Это, конечно, должен быть следующий уровень, ну, я надеюсь, что он как-нибудь все-таки пойдет Данила Витя, он же просто взял это и сделал, горжусь В Голливуде существует градация актеров-актеров группы А, группы Б, группе С У них разные заработки, да, они участвуют в разных проектах В российском кинематографе есть такое? Может быть, негласное? Есть, конечно, ну, а как же, конечно, нет Я в самой последней Да ладно, вы скромнишься, наверное Почему У? Чтобы никто не догадался Спасибо вам, что удивили на время Приглашайте всех на премьеру, которая состоится Спасибо, приходите, ребята, на премьеру фильма «Гоголь. Страшная месть» Будем вместе Ну, а я телезрителям напомню, что сегодня нашим утренним гостем был актер и просто хороший человек Павел Деревянко, ждем вас в кинотеатрах «Гоголь. Страшная месть» будет страшно красиво Да, спасибо, ребята, спасибо Так, прекрасно Ура!